Девушка попыталась развернуться на автомобиле, но машина застряла в песке. Выбраться самой из этой ситуации практически невозможно. За помощью она обратилась к волонтерам. Дмитрий – основатель и руководитель волонтерского клуба под названием 4х4. Появился он в феврале этого года, после того, как сам Дмитрий застрял на дороге. Этот клуб появился после того, как я благополучно застрял на своей машине под Солочинским мостом. Это было зимой в феврале. Крик о помощи в одной из крупнейших автомобильных групп Рязани не принес практически никаких результатов. Написал очень много людей, которые занимаются платной эвакуацией. После этого мы решили с тем, кем я застрял, то есть был еще один человек, Алексей Бродягин, организовать такое вот сообщество. Самый первый выезд – это застрявший во дворе автомобиль. Из-за снега машина не могла сдвинуться с места, да и пространства для маневра было мало. На заявку приехал сам Дмитрий. Динамических строп у него тогда не было, поэтому из тросов он собрал укороченную ее версию и вытянул автомобиль. Денег он тогда не взял. Это правила волонтерского клуба. Помощь от них бесплатная. Единственное, что обговаривается с человеком – это затраты на бензин при выезде. Все остальное делается на чистом энтузиазме. За два последних месяца волонтерский клуб помог больше 50 водителям. За все 9 месяцев существования клуба почти 200 человек обратились в группу в социальных сетях. Привезти бензин, вытянуть, прикурить и так далее. Ребята из волонтерского клуба готовы приехать в любое время – 24 на 7. Из постоянных участников здесь 15 человек, но заявки может принять любой участник группы в социальных сетях. А их больше 900. Человек просидел в лесу, в грязи более 5 часов. Он замерз, голодный, холодный. И вот это вот счастье, вот эта вот радость, которая появляется в его глаза, когда за ним приезжает машина, когда его вытаскивают на асфальт, и когда он наконец-таки сможет поехать домой, увидеть свою семью, погреться, поесть – это просто приятно, скажем так. Дмитрий – студент медицинского вуза, будущий врач. Все участники волонтерского клуба – это повара, студенты, врачи, сотрудники МЧС. По номеру телефона может дозвониться любой водитель, который попал в неприятную ситуацию. Заявку также можно оставить в группе в соцсетях. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Продолжение следует.